МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родилась тогда рядышком тоже в здании администрации районной. Управление образованием на втором этаже было, а оно в рубеже на четвертом. И я поднялась, вот просто по старой памяти в рубеже, ну тянула, интересно, как там, что, да. Так случай определил творческий путь Ася на дальнейшие 25 лет. Я считаю, что все вот эти четверть века для меня это самый яркий момент в моей жизни. Возможно, потому что это молодость. Мы вот на тот момент у нас коллектив был, мы все были практически равистники. Ну, плюс-минус 10 лет, 15 лет разницы, да. И тогда подобрались и мальчишки, и девчонки, и такие все вот интересные, все энергичные, все с азартом. В новых рубежах Ася прошла путь от пишущего журналиста до ответственного секретаря и литературного редактора. Сейчас она работает в Одинцовской библиотеке номер один, но с удовольствием вспоминает редакционную жизнь. Часто общается с бывшими коллегами и следит за рубежами сегодняшними. Я слежу, конечно, за газетой, каждый номер с трепетом открываю, просто потому что переживаю, все ли у них получается. Во-первых, сразу смотрю, сколько страниц выпускают, да, 32, 28 там, или сколько больше, меньше. Расширяется газета или, наоборот, уменьшается. Вот, ну, в целом молодцы. Мне нравится то, что они сейчас делают, да. То есть марку держат. Редакция расположена на первом этаже жилого дома 2А по улице Маршала Бирюзова. Газета по-прежнему выходит раз в неделю, по пятницам. Тираж – 15 тысяч экземпляров. Сегодня это не только печатка. Новости, статьи и официальная информация публикуются на сайте. Размещаются и в соцсетях. За сто лет издание сменило несколько названий. «Красный луч», «Заколхоза», «Знамя Ильича», но уже почти 60 лет носят имя «Новые рубежи». «Новые рубежи» для меня – это прежде всего летопись уже округа, раньше района. Освещая не только события, но и участвуя в жизни округа. То есть она повлияла на судьбу очень многих людей. Поэтому можно сказать, что это многотомная летопись округа. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».